Молдова купит еще несколько радаров ПВО, заявил министр обороны Анатолий Носатый. В прошлом году речь шла об одной системе наблюдения, затем в молдавской армии заговорили о том, что одного радара мало, надо два. Теперь же заявляют, что и этих двух недостаточно. Молдавский министр снова заговорил про радары, как только Кишинев покинул американский госсекретарь Блинкин. Носатый заявил, что Молдова, как нейтральная страна, обязана повышать военную мощь армии. При этом Носатый сказал, что у Молдовы нет военных угроз. Нейтралитет обязывает нас развивать и модернизировать оборонный потенциал, создавать армию, обученную по международным стандартам, должным образом оснащенную армию, которой граждане могут доверять. В свою очередь, страны НАТО много лет дают Молдове деньги на армию. За несколько лет Молдова получила от Евросоюза почти 90 миллионов евро. На прошлой неделе американский госсекретарь сказал Кишиневе, что дав Молдове еще денег. США не помогает напрямую национальной армии, но финансирует реформы и обучение спецслужб. Госсекретарь заявил, что за два с половиной года США пожертвовали Молдове 774 миллиона долларов, чтобы, цитата, «была возможность противостоять дестабилизирующим действиям России». Сегодня министр Анатолий Носатый как раз сказал, что самой серьезной угрозой для Молдовы является гибридная война. К концу года в Молдове закончится действие договора об обычных вооружениях в Европе. После этого армия сможет практически без ограничений в открытую закупать летальное оружие, бронетехнику и танки. Продолжение следует...